Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 13 января преподобный Максим Кавсакали Вит Воспитывался при храме Пресвятой Богородицы в Лампсаке В 17-летнем возрасте он оставил родительский дом, принял монашество и проходил послушание у лучшего духовного наставника Македонии, старца Марка По кончине наставника преподобный подвязался под руководством нескольких пустынных отцов в своей случайно строгой жизни Прибыв в Константинополь, преподобный Максим постоянно находился при Влахернском храме Пресвятой Богородицы, как бы поселившись в притворе Чтобы скрыть молитвенные и постнические подвиги и избежать славу, преподобный вел себя как юродивый На Афоне преподобный Максим проходил послушание в лавре преподобного Афанасия и на вершине Святой горы удостоился видения Божьей Матери О своем видении преподобный Максим рассказал одному старцу, подвязавшемуся при церкви святого пророка Божьей Ильи, накормили который объявил преподобного прельстившимся Однако и это недоверие преподобный обратил на благо под видом прелести и гордости, скрывая свои дивные подвиги, лишения, странические терпения и одиночество Для большего утверждения общей молвы о своем юродстве Святой Максим не заводил постоянного жилища, переходил с места на место, как помешанный сжигая свои каливы, травяные шалаши Святогорцы, знающи о случайных лишениях и скорбях преподобного Максима тем не менее долгое время смотрели на него с предубеждением даже и тогда, когда преподобный достиг высоты и совершенства созерцательной жизни Когда на фон прибыл преподобный Григорий Синаид, умер около 1310 года проводивший жизнь в умной молитве, он встретился с мнимо прельщенным и пораженный беседой с ним стал называть преподобного Максима не иначе, как земным ангелом Преподобный Григорий убедительно просил святого Максима оставить ее родство и пребывать на одном месте, чтобы другие могли почерпать из его духовного опыта Вняв словам святого Григория и убеждению других старцев, преподобный избрал себе в постоянное жилище пещеру по соседству со знаменитым старцем Исаией Зная его даре прозорливости, византийский император Иоанн Палеолог Иоанн Кантакузен Посещали преподобного и поражались исполнением пророчеств Про игумен в Атапецкой обители Феофан писал о святом Максиме Призываю Бога во свидетели, что я сам был очевидцем нескольких чудес Его раз, например, видел его пронесшимся по воздуху с одного места на другое Слышал, как преподобный пророчески предсказал мне, что я буду прежде игуменом, а потом ахридским митрополитом Открыл мне даже и о страдальческих подвигах моих за церковь Только перед кончиной святой Максим оставил свое уединение и поселился близ лавры преподобного Афанасия Где и предал Господу свою душу в возрасте 95 лет в 1354 году Как при жизни, так и по смерти преподобный Максим был прославлен многими чудесами Богу нашему слава во веки веков, аминь Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала